Здравствуйте дорогие друзья и соратники! С 12 по 20 июня 2018 года состоялась экспедиция на предполагаемое место нахождения пятого города в системе Тульская линия, рассказ о которой был в одном из предыдущих фильмов. Ссылка на него будет в описании в конце этого фильма. Целью данной экспедиции было подтвердить наличие искусственных образований на местности и, по возможности, присутствие там человека в прошлом. Задача конкретизировать датировку, размеры, глубину залегания и территорию, а уж тем более архитектурный стиль или название города, не ставились. Просто найти подтверждение его присутствию. Сразу хочу заметить, что выводы, сделанные по результатам экспедиции, основаны на комплексном анализе всех фактов. Изучение одного какого-либо факта ничего не даст. Так, например, плывя по реке, можно лишь обнаружить длинное и прямое русло реки с хорошим течением. Сам по себе этот факт абсолютно ничего не доказывает, так же, как и другие факты, рассматриваемые отдельно. Поэтому неудивительно, что ранее на данное место никто не обращал внимания. Чтобы понять причину, по которой наша команда обратила внимание на это место, нужно внимательно посмотреть фильм «Тульская линия». При взгляде на карту мы видим правильный пятиугольник. Существует простое правило. Природа не создает правильных геометрических форм. И пример алмаза или любого кристалла в комментариях приводить не нужно. Это одно вещество, максимум смесь химических соединений. А в данном случае мы имеем дело с рекой, полями и лесами, а так же грунтами разных составов. И никакие ученые против мифов никогда не убедят меня в том, что это сделано без целенаправленного участия человека. Наша группа добиралась на место с плавом по УПЕ от деревни Поречье Дубинского района Тульской области. В этой деревне есть очень интересный храм. Об этом храме будет отдельный фильм. А сейчас рассказ про потерянный город. Не могу не заметить, что как только русло реки вошло в грань пятиугольника, то течение усилилось, а само русло стало прямым и практически ровным. В этом году уровень воды в УПЕ упал примерно на полметра, поэтому возле западного угла в некоторых местах у самой кромки воды было видно несколько крупных камней правильной формы. Сфотографировать их не получилось, так как течение сильное, а техника упакована для сплава. Но по факту камни есть, их местонахождение известно, и в случае повторной экспедиции найти их труда не составит. Координаты места для исследований были выбраны потому, что как раз там проходит загадочная прямая линия, а так же потому, что в этом месте имеется угол с двумя целыми гранями, и это место не занято. Например, западный угол. За полоской леса расположен рыбхоз со своими водоемами. Прибыв на место, первое, что бросается в глаза, это так называемая чаша. Вдоль реки простирается вал, а пространство внутри пятиугольника заметно ниже вала. Высота с вала до уровня воды 17 метров, и противоположный берег заметно ниже, даже по сравнению с пространством за валом. То, что это именно вал, а не стена, сомнений не вызывает, так как поперек него, в разных местах, копались фурфы глубиной до трех метров. Так же делались врезки на территории за валом. Но там в большинстве своем нет даже чернозема, сразу под дерном начинается глина. А слои вала сверху вниз такие. Чернозем, коричневая глина, снова чернозем, песок с мелкими камнями, синяя глина. Распределение слоев в сечении вала вы видите на диаграмме. Там же указаны уровни доз радиоактивного излучения. Сразу хочу заметить, что диаграмма не в масштабе, а только для общего представления расположения слоев. Замеры радиации делались на каждом месте по три раза. В диаграмме приведено среднее значение для слоя. Сразу бросается в глаза тот факт, что с глубиной радиоактивный фон уменьшается. Однако, на участке, находящемся на южной стороне вала, в слое серой глины и ржавчины, уровень радиоактивного излучения самый высокий. 0,21 микрозиверта в час. Это в принципе в пределах нормы. Но если сравнить с уровнем излучения слоя песка, который всего в двух метрах, и составляет 0,06 микрозиверта в час, то разница более чем огромная. Именно в этом слое серой глины находится большое количество ржавчины и прослоек гари. Причем то, что это ржавчина, понятно даже на ощупь. Она имеет характерный вид гранул или кусочков неправильной формы. Глина растирается как масло, а это остается кусочками. Именно в этом слое были найдены трубочки. Сейчас уже трудно сказать, из чего они и для чего предназначались. Скорее всего, были железные. А сейчас это просто ржавчина, которая легко крошится пальцами при попытке достать их из глины. Попадались предметы, похожие на капли и гайки, а также длинные цилиндрической формы. Но они рассыпаются при легком надавливании. И опережая ваши вопросы, скажу сразу, это не трубки корневищ. Слишком правильная форма. К тому же эти трубочки есть только в этом слое с гарью и повышенной радиацией. Чуть выше или ниже их нет. В комментариях под другими фильмами часто писали, что глина есть только в крупных городах, а в лесах, полях и деревнях ее нет. Как говорится, лучше один раз увидеть. Глина есть везде. Вопрос только в толщине слоя. Кстати, если утверждение, что глина есть только в крупных городах, истина, то наличие глины здесь является подтверждением наличия здесь города, причем крупного. Тут важно понять такой момент. Берег реки Упы практически на всем ее протяжении – это ил, черный или серый. Иногда бывает коричневая глина, реже – песок или камни. Берег реки возле вала – также сплошной ил. Однако, в срезе грунта мы видим песок, причем локально, строго по ширине вала. Также присутствует коричневая глина, как на самом валу и его склонах, так и в чаше за валом. Также есть серая глина с горью и ржавчиной. Нужно заметить, что слой чернозема на валу – самый верхний, с дерном. Этот слой очень бедный и тонкий. Земля залистого цвета, а не черного. С постепенным переходом в глину. В чаше чернозема, даже скудного, местами нет совсем. А вот коричневой глины хоть отбавляй. И покрывает эта глина все вокруг. Как вал, так и чашу. Как вывод, данное место – это искусственное сооружение. Однозначно дело рук человеческих, занесенной глиной, как многие крупные города. Мы не можем дать определенного ответа, что тут было. Но то, что это было место, связанное с деятельностью человека, этот факт сомнений не вызывает. Нашим предположением и является звездочный бастион. Основано это именно на результатах раскопок и на вид с карты. Очертания слишком очевидные. Кстати, водоемы рыбхоза расположены именно внутри так называемой чаши и отделяются от реки крепостным валом. А загадочные прямые линии, которые мы видим на карте – это каналы для осушения. Возможно, это были работы по мелиорации уже в наше время. И тот факт, что эту местность, физически находящуюся выше уровня реки на 15 метров, пришлось осушать принудительно, говорит как раз о наличии вала с явно более плотно уложенным грунтом, чем это бывает в природе. Вдоль канала тянется лес. Хвойных деревьев нет, только лиственные. Деревья произрастают в хаотичном порядке. Маловероятно, что высаживалось вручную или механически. Нет никакого порядка в их расположении. Все деревья относительно молодые, не более 100 лет. Только одна береза, судя по диаметру, имеет возраст около 150 лет. Для того, чтобы дать определенное заключение о характере данного объекта, его назначении, датировке и прочего, нужны широкомасштабные раскопки по всей территории чаши пятиугольника. А эта территория сравнима с территорией советского района города Тулы. Я надеюсь, что этот фильм привлечет в ближайшее время к археологическим раскопкам государственной структуры. Это особенно важно еще и по той причине, что канал смотрят не только профессионалы, но и черные копатели, которые явно поспешат оказаться там первыми. Приведенные в фильме факты не являются основанием для каких-либо однозначных выводов. Однако эти факты являются еще одним подтверждением нашей версии событий 19 века. Благодарю вас за внимание. Расследование продолжается. Впереди еще много интересного. Всего вам доброго. До свидания.